Безработников культуры наша жизнь была бы скучной, однообразной и пустой. Они возвышают нас над обыденностью, трогают самые тонкие струны души. Они подпитывают положительной энергией, увлекая в удивительный мир творчества. Наш город и район могут быть довольны своей культурной жизнью, которая позволяет как проявиться настоящим талантом, так и насладиться плодами творчества. Делается всё возможное, чтобы одарённые люди смогли самореализоваться. И помогают им это сделать работники культуры. В честь Дня работников культуры на приём к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены представители сельских домов культуры, библиотеки, детской художественной школы, детской школы искусств, руководители вокальных и хореографических ансамблей. Когда человек правильно воспитан, ещё и культурный человек, он и к ближнему относится по-другому, где-то эмпатичным становится, где-то поделиться чем-то готов, порадоваться за кого-то, что очень тоже важно в нашей жизни. И в целом общество становится совершенно другим. Основная заслуга, вот, наверное, более глубокая такая заслуга ваша – это сохранение истории. Сегодня Дмитрий Александрович докладывал о сохранении памятника в нашей истории. Поэтому спасибо вам, что вы делаете. Работа очень важная. Каждая из участниц приёма была представлена. Все узнали об их профессиональной деятельности, об успехах, чертах характера и увлечениях в свободное время. О каждой из них можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. Их хорошо знают в муниципалитете. Я сегодня бы хотел сказать и слова благодарности вам, потому что сегодня вы удостоены пойти на торжественном приёме главы, потому что ваши имена стали именами нарицательных. И зависит это от личности. Вот каждый из вас оставляет свет. Спасибо вам за то, что вы оставляете свет. Действительно, вы творческие люди. Вы одарены, наверное, Богом, талантом. А сколько самодеятельных коллективов, а сколько в наших домах культуры, кипит жизнь, в субботу, в воскресенье, кто бывает. Пойдите, посмотрите, как ваши коллеги, ну вы в том числе, сколько на миру. Юные славянские таланты порадовали собравшихся своим искусством. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Затем состоялось награждение, благодарственные письма за большой вклад в развитие культуры и участие в жизни района и в честь профессионального праздника, а также памятные подарки были вручены всем приглашенным. Всех работников культуры объединяет желание сделать нашу жизнь лучше, прекраснее. Когда твою деятельность, твои старания оценивают, поддерживают, это всегда заряд на что-то новое. К чему-то ты дальше хочешь двигаться. Это всегда очень приятно. Мы открываем новые программы, в этом учебном году набор новый, на новую программу будет. Мы взаимодействуем с другими учреждениями КРАЭС. У нас была выставка школы-интернаты казачьей культуры и искусств имени Захарченко. Теперь мы свою им везем, своих ребят. Приглашаем свои работы нам показать студентов Кубанского университета. Это у нас в мае будет выставка. То есть заряд получен, вектор выставлен, и мы двигаемся вперед. День работников культуры – это в первую очередь профессиональный праздник. Это день, когда чествуют красоту и культуру всего. Неважно, какая это будет сфера. Культуру в целом. Культура прибрежного сельского поселения в лице наших культорганизаторов, руководителей кружка, она объединяет всех людей, все слои населения. Возрастные категории, они приходят к нам для того, чтобы что-то познать, что-то дать. Выйти на сцену мы раскрепощаем, мы выявляем таланты. И потом наши звездочки, они сияют не только на районном и краевом, но и даже на российском уровне. Участники приема отметили, что в нашем муниципалитете созданы отличные условия для развития культуры. И это очень всех радует. Мы присоединяемся к пожеланиям в адрес работников культуры всем им новых творческих успехов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».